В эфире Токмама Аня и Чихуахуа Софи и Эйвон Привет, дорогие наши Софийцы! С вами Аня и Чихуахуа Софи И сегодня последний день недели влогов День седьмой И так как вы очень много просили показать вам Софишкин шкаф Мы решили сегодняшний влог посвятить именно этому Хранению вещей нашей любимой Зобоки Все, кто следит за нашими видео, прекрасно знают Что в Хуахине у нас был специальный большой розовый шкаф Для Софии, ее вещей и вещей Эйвона В этом доме у нас такого шкафа нет И при приезде на Пангар я долго думала Как же придумать и организовать ее пространство Я решила занять вот эту нишу, которая находится за мной И за дверью в спальню Ну что ж, теперь посмотрим, что же у нас внутри Как вы можете увидеть, в этой нише у нас есть такая палочка На которой висит одежда на вешалках Специальная вешалка, которую мы купили недавно Вы видите, кто смотрел влог про 7-11 Я ее купила специально Также здесь висят сумки и портфели Я еще все обязательно покажу сейчас по отдельности И если в том шкафу у нас были полки То здесь полок, к сожалению, нет Поэтому большая часть всего стоит на полу Внизу у нас вот такая вот зеленая корзинка В которой лежат вещи Эйвона и Софи Какие-то тряпочки, полотенца, подстилочки В углу у нас стоит вот такая коробка Раньше в ней хранился собачий корм Но так как сейчас мы скорее всего переходим на натуралку То я сюда сложила кое-какие другие вещи Позже я это покажу Также здесь вы можете увидеть вот такую коробку Розовую, большую, пластиковую Здесь вот в этой коробочке хранятся разные мелочи Которые я тоже в скором времени покажу Здесь в корзинке у нас лежат всякие брызгалки Шампуни, все для мытья, салфетки Корзинка дальше это в основном натуральные спреи против комаров Здесь у нас вот такая вот ручка в стиле Софи И вот такой вот блокнотик I love my dog В который мы записываем с Софи различные анализы Когда мы последний раз что сдавали А эту бутылочку уже все знают Это бутылочка-поилка для того, чтобы ходить куда-нибудь С собакой гулять Также у нас есть вот такой вот розовый мячик для игр Также в этой корзинке лежат, как я сказала, уже тряпочки различные Подстилки и так далее И вот здесь у нас есть вот такое вот полотенце С которым мы ходим на пляж Или сушимся после того, как помоемся Вот такие мышки на полотенце у Софишки В том зеленом бедре, про который я говорила, хранятся Различные вот такие всякие штуки Которые мы используем для подстилок Подушечки всякие разные Но это все И этого всего там очень много Поэтому, если вы захотите, мы расскажем об этом потом поподробнее Что касается нашего большого розового ведра Оно открывается вот так очень легко Это очень удобно Раньше, как я говорила, в этом ведре находился сухой корм Но сейчас сухого корма в этом ведре нет Сейчас мы в нем храним вот такую вот коробочку стеклянную Для игры в мячики Мама, давай покажем, как в мячики играют Софи, положи Вот, молодец Положи Молодец Маме пчелку Вот, молодец Положи обратно Положи пчелку Молодец Покажи пчелку Вот пчелка, молодец Положи в коробочку Положи Молодец Софиш, приберись Прибери мячик Вот, молодец Вот, молодец Достань, Софиш Молодец Достань пчелку, маме Нет, это не пчелка Достань пчелку Где пчелка? Вот пчелка, молодец Лови Молодец Лови Молодец Софиш, лови Положи в коробочку Ай, молодец Молодец Покажи радугу Где радуга? Вот, Эйван, молодец Ждай Где радуга? Где радуга здесь? Вот, молодец, Эйван Софиш, дай ответить Я знаю ответ Дай радугу, маме Софиш, дай пчелку Молодец Где яблочко? Вот яблочко Дай маме яблочко Молодец Также здесь хранится запасная миска Которая может пригодиться в какой-то момент Здесь хранятся пеленки Которые сейчас нам тоже не нужны Потому что сейчас все ходят в туалет на улицу Также здесь хранятся различные Софишкиные игрушки Эйвана Такие мячики, косточки Сейчас у нас игрушек стало гораздо меньше Потому что мы потеряли, пораздавали И вообще нужно уже закупиться новыми игрушками для Эйвана и Софи Потому что старые уже всем надоели И это точно В мешочке в горошек у нас хранятся памперсы Которые были необходимы нам после операции по стерилизации Сейчас они нам не нужны Но на всякий случай они здесь хранятся Вот такая коробка Сейчас она служит в основном для хранения того, чем мы редко пользуемся Или игрушек Вот в такой вот баночке у нас хранятся различные принадлежности для ухода за шерстью Любимая баночка Сейчас я поподробнее покажу Вот такая баночка в духе Софи, Лав и вот такой вот кролик Мам, ну ты расскажи, что в баночке-то? Здесь у нас есть щетка, которой мы расчесываемся Также есть вот такая вот специальная расческа Гребешок Пуходерка Ножницы раз Филировочные ножницы Ножницы два Ножницы для подстрижки шерсти парикмахерские Когтерезка еще Когтерез Ну, в принципе, вот и все А еще ложечка моя любимая Вот такая вот ложечка Вот в такой баночке Банка с ленкой Баночка с лицом поросеночка Сейчас этого не видно, но вы увидите Сохранятся средства для очистки зубов Тут у нас есть вот такая вот двойная зубная щетка Специальная зубная паста для собак Несколько видов Вот это вот другая зубная паста Более профессиональная, более качественная на травах Специальный набор для того, чтобы счищать камень с зубов Здесь есть шприц, если нужно давать какое-то жидкое лекарство И вот такие вот щетки зубные, которые мы купили в японском магазине Они очень классные Сейчас я объясню принцип действия этих зубных щеток Ой, это же мои любимые розовые щеточки Вы вставляете свой указательный палец вот сюда А вот эту ручку держите как пистолет Это создает очень комфортные условия для самого человека Стоил набор их с двух штук около 180 рублей Вот так они выглядят, эти пистолетики Вот так их нужно держать и вот так ими пользоваться Вот такой поросеночек, в котором все это лежит Раньше, кстати, все это лежало вот в этой коробке И это было неудобно А теперь, когда все в стаканчиках, это гораздо комфортнее Хотя в этой коробке тоже что-то мое лежит Да, Софиш, это твое, да Вам расскажи, что там? Также у нас есть вот такая вот розовая коробочка В которой лежат различные средства Иван, ты что, решил поучаствовать в видео? Че ты тут такой? Да мне что-то скучно, я тут посижу немного с вами Посиди, конечно В первую очередь, конечно же, мы рассказываем это для того, чтобы показать Что можно вещи собаки хранить очень в разных емкостях И, в принципе, это всегда будет все в порядке Например, вместо вот этих вот стаканчиков каких-то специальных Которые я подбирала розовые Можно использовать любые другие стаканы И у вас всегда вещи будут, вещи собаки будут разделены И лежать раздельно Например, все для зубов, все для ухода за шерстью Так вот, возвращаемся к нашей розовой коробочке Например, вот здесь находится у нас сухой шампунь То есть, им можно пользоваться без воды Брызгаете на собаку Размазываете его Расчесываете и все Вполне полезная и интересная вещь Когда у вас нет возможности помыть собаку с водой Вот можно воспользоваться вот таким вот средством Также он защищает от солнца и убирает запах Здесь вот у нас обычный хлоргексидин Который используется для промывания полости рта Точнее полости морды Это еще один спрей от запаха изо рта При ожогах и травмах Можно воспользоваться в случае, если вы поранились Вот такое зеркальце тут у Софи Я ей подарю Не знаю зачем Это влажные салфетки для ухода за глазами И для ухода за ушами Но, если честно, мы как их купили в России Так ими ни разу и не воспользовались Это такая коробочка из-под тайского печенья Здесь находятся различные лекарства Также шприцы Вот такая вот зубная щетка на пальчник Которой мы пользовались раньше Мне не показались они удобными И вот такой вот массажер для десен Также перантел Про глистов у нас есть целый ряд видео Вот это хранится в такой маленькой коробочке из-под печенья Набор для ухода за шерстью От фирмы Крис Кристенсен американской марки У нас про это есть целое видео Поэтому рассказывать я об этом не буду А ссылку оставлю вот здесь в описании Вот такая белая корзинка с большими бутылками Здесь у нас, например, есть тайское средство от комаров Натуральное полностью на лемонграссе сделанное для собак Также здесь есть еще одно средство Москито инсектрипеллен спрей То есть это тоже спрей от комаров Но он менее натуральный Мы купили его в зоомагазине Еще один спрей, который Еще один спрей тоже полностью натуральный Весь на органических элементах для собак От различных клещей, блох и вообще всего То есть это какие-то вот чисто такие натуральные средства А это просто брызгалка для удаления запаха собачьего В такой волшебной коробочке в горошке Ой, это моя любимая коробочка Давай скорее открывай Женские штучки Софишкины для съемок Вот она, где моя корона, я ее ищу Это специальная такая штучка, чтобы вешать зубные щетки в нее Их мы использовали раньше Сейчас вешать их некуда, поэтому мы ими не пользуемся Здесь у нас есть корона, которую все видели в съемках Кто наблюдал на день рождения, это был подарок Вот такая вот розовая шляпка у Софии есть, гламурная У Софиши здесь лежит такой вот женский смокинг с бантиком Вот такие заколочки на ушки Наши любимые розовые крылышки Здесь есть Софишкины очки, в которых она снимает «Спроси Софи» Наши какие-то старые ошейники Бусы, которые подарили ей на Новый год Бабочка Эйвона Новогодние рожки Новогодний вот такой вот, такая шапочка Как вы видите, все вещи собаки можно организовать очень гармонично Красиво их разложить по коробочкам, которые у вас есть Например, очень часто дома остаются какие-то лишние коробки Купить, например, какое-нибудь ведро, в которое складывать корм Или крупные какие-то вещи Какие-то корзиночки, которые можно найти очень недорого Стаканчики Вот еще есть вот такая розовая коробка у нас у Софии Раньше все вещи Софишки лежали, в принципе, в этой коробке Но количество вещей растет, складывать их некуда Поэтому придумываются какие-то новые идеи, новые способы хранения Коробка очень удобная Она вот с такими держателями Вот с такими подъемными ручками В принципе, сейчас в ней лежат вещи, которыми мы пользуемся не постоянно Вот такая коробочка, она облупилась Я ее покрасила, кстати, розовым баллончиком Но, к сожалению, вот она немного испортилась Здесь у нас лежат вот такие вот натуральные вкусняшки Где вкусняшки? Где-где-где? Рулетка Вот в таком вот розовом мешочке у нас лежат разные вкусности Про какие-то вкусняшки можно сделать отдельное видео, потому что говорить о них можно бесконечно Различные косточки Также здесь у нас еще остались собачьи суши Вот так они выглядят Еще в этой коробке лежит последний подарок Софи Софи от Эйвона Вот такая вот деревянная косточка Ну-ка, дай-ка мне его подарок, мам Здесь у нас смокинг Шлейка, которой мы сейчас не пользуемся, поэтому она упакована Также здесь есть кликер, на которой мы занимаемся Трусы нашего кролика Кто смотрел видео про трусы Вот такие вот салфетки Также здесь лежат шапочки для душа, которые мы используем, чтобы вода не попадала в уши Это шапочки для душа совершенно обычные, человеческие, но их очень можно классно использовать и для собак И другие вкусности, купленные в зоомагазине в самых различных вариациях, про которые мы можем сделать действительно отдельное видео Даже вот такие вот есть у нас акульи штуки Мы все-таки их купили попробовать Ну и еще здесь лежат ветеринарные паспорта в этой коробке Вот в таком вот свешном ведерке, которая висит на вешалке На специальной вот такой вот ручке в голубом у нас хранится наша коллекция банданок Здесь есть самые разные банданки, самых разных расцветок, не только розовые Мы не знаем точно, сколько их штук у нас Мам, синяя банданка упала Если тоже вы, конечно, захотите, мы покажем видео про коллекцию Софишкиных бандан Это тоже очень удобный способ хранить вот так вот собачьи ошейники и какие-то тряпочки Вот в таком вот, например, ведерке Вот та самая вешалка, которую я купила в 7-Eleven А у нее, она прикольна тем, что у нее вот такие вот прищепки, на которые можно что-нибудь вешать Вот, например, у Софи здесь висит на одной прищепке ее любимая клубничка Здесь вот висит у нас вот такой вот портфельчик с поводком Hello Kitty Какая-то шлейка Ошейник Эйвона Здесь вот наш висит любимый шлем, про который столько было разговоров Для того, чтобы ездить на мотобайке На вот этой перекладине висят наши поводочки, которыми мы пользуемся постоянно И какие-то одежки По поводу одежек мы в Таиланде на самом деле очень редко одеваемся Потому что это слишком жарко здесь что-то одевать Но какие-то вещи иногда мы все-таки носим В принципе, это практически все, что здесь висит Это, по сути, почти вся Софишкина одежда, которую мы иногда используем для съемок Мы, конечно, планируем что-нибудь еще купить Но мы здесь крайне редко пользуемся этой одеждой Поэтому она не так нам здесь нужна, как в Москве И если в Москве у нас были всякие пуховички и дождевички То здесь, конечно же, их нет Вот в таком вот голубеньком слоненке с полосатыми ушками У нас хранятся какие-то анализы, лекарства, мази То есть это такая мини-аптечка, можно сказать Вот здесь в углу висят две основные сумки Сумка и портфель, которыми мы пользуемся Вот мы и рассказали, как мы храним вещи Софи и Эйвона Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть в наших видео А также рассказывайте, как вы храните вещи своих собак Спасибо вам за внимание С вами были Чихуахуа Софи и Аня Подписывайтесь на наш канал Ставьте пальцы вверх Вступайте в наши группы ВКонтакте, в наш Инстаграм И будет вам счастье И вступайте в наше племя Софийцев Становитесь настоящим Софийцем вместе с нами Да, а для этого нужно всего лишь повязать себе розовую веревочку на руку А еще сегодня очень светлый день Мы с Софи хотели бы поздравить с днем рождения Одного очень важного для нас человека Этого человека зовут... Как зовут? Мам, ну ты че, ты прекрасно знаешь Этого человека зовут Настя Гаськова Админ нашей группы ВКонтакте Настя это тот самый человек, который стал админом Самого первого набора в администрацию группы Чихуа Софи И ни разу не лишалась должности И всегда ответственно и творчески подходила к ведению группы С днем рождения тебя, Настя И мы надеемся, что мы обязательно вместе отпразднуем еще миллион подписчиков на нашем канале И даже если вам грустно, вы должны помнить, что у вас есть и я, и я Иван, ты что такое говоришь? Ты о чем вообще? В одиночестве, Софи А, ясно А, ясно